Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. 36 лет разработок и расчетов, изготовления моделей и опытных экспериментальных образцов приблизило нас к ключевому этапу – сертификации транспорта. Затем к воплощению строительства транспортных систем. Мы стоим в шаге от воплощения мечты в реальность. Остался последний этап – строительство демонстрационного центра для продажи технологии, в которой нуждаются 90% людей на планете. Технологии SkyWay – это транспортная система второго уровня, которая может войти в основу новой экономической эволюции мира. Для этого компания приглашает стать совладельцами тех людей, кому не безразлично их финансовое благополучие и кто заботится о будущем своего поколения. Каждый участник проекта SkyWay может стать в ближайшее время обеспеченным и процветающим. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее – комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите до тысячи акций в подарок. Для понедельника 21.00. Именно технология SkyWay – трансформация транспорта. Давайте сейчас проверим звук, как вы меня слышите. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, чтобы я был точно уверен, что у вас все в порядке. Так, Петр у нас сегодня первый. Отлично, 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 отлично. Так, Гульсия, Пашковская, Октябрьск, город Октябрьск. Челябинск здесь у нас. Тамара Эдуардовна, как всегда, в строю. Отлично, 10, хорошо. Так, дальше у нас Новосибирск слышит. Отлично. Владимир, что такое 1? Я не понял. Первый раз мы еще опрос не проводили, так что можно пока поставить 10, если хорошо слышишь. Если плохо, значит, есть бегунок. Так, сразу под моим изображением, там есть бегунок, можешь поправить немножко, если недостаточно. Ирина Италия слышит. Плюсик маленький такой, если хорошо слышишь, надо 3 плюсика ставить. Или поставить от 1 до 10. Топсе тоже слышит, тоже с плюсиками. Так, Ингельсин у нас из Химок. Отлично, это Москва. Так, Башкирия, Камертау. Отлично. Спасибо, друзья. Я понял, что, в принципе, звук у вас нормальный. Мы как раз набрали нашу стандартную сумму участников уже больше 100. Я, собственно, каждый раз, честно говоря, загадываю, успеем мы до 21 часа набрать цифру 100. Или нет. Но, как правило, пока удается набирать эту цифру. Нужно отметить еще следующее. Давайте сейчас поставьте единичку все те, кто был в субботу на телемосте. Поставьте единичку, кто был на телемосте, который мы проводили. Отлично, молодцы. Я вижу. Ну, это уже у нас старожилы, я так понимаю. Те, кто знает, что такое проект, для чего он нужен. И почему здесь нужно участвовать. Отлично. Здорово. Хорошо. Значит, у нас еще две минутки есть. И по традиции, вот Елена пишет, не было света, ничего страшного, Лен. Будет обязательно еще один телемост, международный телемост, и сможешь на нем поучаствовать. Нужно отметить, друзья мои, что вы наверняка уже заметили, что у нас сегодня 1 декабря. И вот Виктория Минск просит чуть-чуть громче. Виктория, попробуй своим бегунков. Сейчас я попробую себя тут настроить. Чтобы было... Ну, у меня все в порядке. Сейчас я сделаю вот так вот немножко, чтобы не влияло. Так, Аленушка пишет, что она впервые. Отлично. Слушала в записи, говорит Людмила Щелябинская. Вот Николай пишет, в личном кабинете есть запись. Так что, друзья мои, все, кто у нас уже является акционером Skyway Invest Group, пожалуйста, зайдите в личный кабинет и посмотрите запись. Хорошо, молодцы. Так, ну что ж, друзья, мы двигаемся по плану. У нас сейчас для тех, кто пришел первый раз, а мы должны обязательно провести опрос. У нас такая традиция. Тем более уже ровно на моих часах 21 час. И мы, как всегда, проводим традиционно этот опрос. Поэтому я надеюсь на ваше активное участие и запускаю сейчас опрос. Давайте сейчас проголосуем, какой раз мы на вебинаре. Ну, все старички, конечно, они знают, на какую кнопку жать сразу. Венера сегодня впервые, она утренний вебинар сегодня слушала. Отлично. Венера, сколько же у тебя сейчас времени, если ты до сих пор еще здесь? Как правило, на 13 часов, на 14 часов у нас Дальний Восток и Сибирь. Вот Вадим у нас первый раз. Ну, традиционно у нас где-то половина всегда регистрирует. Коллеги, вот тот, кто первый раз, пожалуйста, обязательно... А, из Серпухова. Понял. Хорошо, Венера понял. Первый раз. Так, ну, пока у нас тех, кто один раз всего 7, плюс в чате у нас 2, 9. То есть мы слегка набираем 10. Остальные, Аленушка из Мариуполя у нас. Татьяна не слышно. Татьяна, нужно тогда перезагрузиться. Перезагрузиться. Или посмотреть конкретно свои установки. Сочи здесь. Прекрасно. Так. Ну, 112. Ну, скажем так, у нас традиция такая. У нас всегда половина голосует. Вторая половина отсиживается в кустах. В надежде, что за них кто-то проголосует. Константин из Сочи у нас тоже первый. Значит, мы уже точно 12 человек набираем. Но я надеюсь, что у нас больше пока было. Так, у нас еще люди подходят. Я смотрю, еще 21.01. Проверим часы. Часы у нас показывают норму. Ну, что ж, друзья. Друзья, прежде чем мы начнем, у нас сегодня непростая встреча. Она именно посвящается технологиям SkyWay. По сути, это зерно всего проекта. Потому что каждый из нас должен понимать реально, что такое проект. Почему мы за него так болеем. И почему он нас всех так интересует. Разумеется, что каждый человек, который приходит непосредственно на вебинары, он приходит с какой-то целью. Не просто так же прийти, время потерять. Нет. Это, как правило, те люди, которые сегодня первый раз, наверняка пришли по приглашению. Или они провели некоторое время, отвечая на вопросы общественного мнения. Или их пригласил какой-то конкретный человек. И этот человек порекомендовал прийти на вебинар, именно для того, чтобы понимать, о чем идет речь в проекте. И, сумеется, я для вас приготовил несколько опросов. Надеюсь, они вам будут интересны. И в процессе, в тот момент, когда я считаю это необходимым, я их выставлю. Естественно, хотелось бы... Я сейчас стремлюсь довести цифру проголосовавших. Чтобы проголосовал ровно столько же человек, сколько у нас участников. Сейчас их 130, проголосовало 88 уже. Поэтому я надеюсь, что с каждым новым вебинаром, особенно после Нового года, когда люди уже освоят на 100% нашу комнату, будут знать, что у нас есть такая тема, как опросы, будут совершенно четко понимать, что непосредственно участие в вопросе очень важно. Для спикера, конечно, для меня, потому что я вижу активность. Я вижу, что люди не заснули после работы у экрана. Рига на связи, отлично. Так, ну что ж, друзья мои, давайте я сейчас зафиксирую просто эту цифру. У нас сейчас 140 уже человек. Смотрю, активно подходят люди. И я думаю, что многие, кто приходят непосредственно на вебинары, как я уже говорил, у них есть цель понять, о чем, собственно, идет речь на наших вебинарах. И почему этот проект так притягивает людей. Я каждый раз провожу такое, ну, не тестирование, а тоже опрос, кто является участником непосредственно нашей программы Skyway Invest Group. И в результате получается, что большая часть людей, это больше 60% людей с высшим и среднетехническим образованием. Это говорит как раз о том, что многие люди, которые приходят уже, они имеют свой богатый опыт жизненный. И, естественно, когда предлагается поучаствовать в таком проекте, и после особенно вебинара, связанной именно с технологией, с техническими моментами, которые мы освещаем на вебинаре, то, как правило, большая часть вопросов снимается. А те вопросы, которые не снимаются, мы всегда обращаем на сайт yunitsky.com. Я имею в виду внимание обращаем на сайт yunitsky.com. И к монографии Анатолия Эдуардовича Юницкого, которая называется «100 вопросов, 100 ответов». Там, собственно, эти 100 вопросов родились непосредственно на технических обсуждениях проектов в различное время. Просто Анатолий Эдуардович собрал их все вместе и, соответственно, дал ответы на эти технические каверзные вопросы. Ну что ж, друзья, я вижу, у нас уже 162. Кто подойдет, значит, успеет чуть попозже. Мы сейчас зафиксируем данный результат и, соответственно, пойдем по нашему плану. Планируйте, что у нас сегодня минимум 60 минут, но, как правило, по традиции мы проводим час 30, потому что материала очень много, непосредственно слайдов очень много, видеороликов многое, поэтому хочется наиболее полно дать вам такой обзор. И прежде всего нужно сказать следующее, что сегодня перед вами спикером является Александр Мунко, это акционер RSV System и, конечно же, Skyway Invest Group. И, собственно, я ничем от вас не отличаюсь, кроме как у меня есть стремление поделиться этим, теми знаниями, которые я приобрел за последний год и за время, пока я интересовался этой темой. На самом деле я такой же акционер, как и вы, просто отношусь к разряду, как говорил Высоцкий, настоящих буйных. Потому что меня эта тема очень сильно заводит, и я, собственно, интересуюсь этим. И мне очень хочется рассказать как можно большего количества людей об этом проекте, о том, из чего он состоит и какие есть важные в нем аспекты. Поэтому сейчас мы переходим к нашей технической части. И прежде всего нужно сказать буквально несколько слов о разработчике. Это Анатолий Эдуардович Юницкий, 37 лет. Он уже, так сказать, конкретно занимается этой темой. Разумеется, и взлеты, и падения, и медные трубы, все было. И, конечно же, в наш ролик, который называется «История Скайвея», я рекомендую его посмотреть в свободное время. И он подскажет все шаги, которые проделал Анатолий Эдуардович на протяжении этого времени. Нужно отметить, что здесь был, ну, Анатолий Эдуардович неспроста начал заниматься этой темой. Это просто один из первых шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы построить, так сказать, общепланетарную транспортную систему, о которой, собственно, он и мечтает. Для того, чтобы вывести, так сказать, неэкологичные производства на орбиту, чтобы они меньше загрязняли нашу планету, и тем самым дать возможность перевести нашу цивилизацию в экогенное направление, то есть более природосообразное. Поэтому, естественно, когда он начал заниматься общепланетарной транспортной системой, то сразу стало понятно, что денег не хватит на тот момент, потому что это нужно делать сообща различными странами мира, для того, чтобы осуществить такой грандиозный общепланетарный проект. И поэтому первым шагом Анатолий Дарвич выбрал сделать транспорт, который даст возможность семимильными шагами пройти в шестой технологический уклад. И это как раз та самая проблема, которая интересует сейчас многих и многих в различных странах мира. Ну а участники, вы видите сейчас их перед собой, уже 181 человек, это означает, что интерес к данной теме не угасает, а наоборот только увеличивается. И, разумеется, нам важно понимать, как мы можем поучаствовать в этом проекте. Ну а для того, чтобы участвовать, нам нужно быть уверенным, что да, действительно, это имеет техническую основу под собой, и что самое важное, это реализуемо. И поэтому мы все вместе, дружно будем участвовать, и, соответственно, участвуем мы чем? Конечно же, своими финансами. Поэтому мы не один раз подумаем, как у нас в старой сказке говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. То же самое и мы. Многие люди приходят на вебинары несколько раз, для того, чтобы усвоить тот материал, который есть. Потому что четко говорю, что с первого раза может не хватить. Это совершенно понятно. И надо быть к этому готовым. И сейчас я просто хочу продемонстрировать некую таблицу по ранжированию видов транспорта. Обратите внимание, что единичка, то есть самая лучшая, относится к различным видам транспорта. А в совокупности нет пока еще в этой табличке никого. Потому что в эту табличку не добавлен транснет. Почему его нужно наставить на это место? Это мы как раз с этим разберемся непосредственно в процессе нашего сегодня встречи. Но здесь нужно отметить, что у каждого вида транспорта есть свои наилучшие характеристики. Например, у воздушного транспорта это скорость, то есть время доставки. У трубопроводного это надежность. Потому что он идет по земле, а, например, газ или нефть идет непосредственно по трубе. Дальше, конечно же, водный транспорт. У него способность перевозить различные грузы. Тем более за один раз и много. И, конечно же, автомобильный. Он отличается своей доступностью. Потому что много точек, где можно доехать на машине. И, скажем так, доступность даже больше, чем у других видов транспорта. Ну и водный же транспорт. У него еще одно хорошее положительное качество есть. Это стоимость одной тонны мили. Поэтому мы сейчас будем рассматривать Транснет. И, пожалуйста, помните эти характеристики, которые здесь представлены. Именно критерии вот этого ранжирования. И сравните потом в конце, каким категориям относится Транснет. И почему, собственно, с ним нужно, так сказать, нужно его развивать. И нужно с ним работать. Поэтому первое, что мы рассмотрим, что является основой непосредственно Транснета. Это, конечно же, струна рельс. И здесь вы видите вот этот слайд, где показан разрез рельса. И самым важным здесь, конечно же, является непосредственно пакет струн. Это проволока диаметром 3-5 миллиметров, которая находится внутри. Стянута стяжкой и амоноличена специальным бетоном, который заключен в корпус. Вот это корпус называется. Ну а сверху вы видите реборда. То есть головка рельса вместе с реборда. Поэтому здесь, что самое важное. Пока мы не понимаем, что означает преднапряженное состояние рельса, то нам, конечно, сложно оценить, что конкретно, какая часть рельса играет какую роль. И поэтому я каждый раз демонстрирую очень хороший короткий ролик, который тут же дает представление о том, что такое преднапряженное состояние рельса. Давайте мы сейчас его посмотрим и дальше продолжим уже по остальным характеристикам рельса. Я о них скажу. По которым считают все мосты. И вот там, чтобы понять, есть понятие балки, которая работает на изгиб. Балка войдется на опоры, и она должна держать нагрузку. Вот, подъем нагрузку. Балка сломалась. Потому что при изгибе возникают большие напряжения, больше допустимых. И она ломается в конце. А теперь мы эту же балку, с этого же материала, с такой же размером, взяли и предварительно напрягли. Натянули. В старте. Причем не сильно натянули. Ничего не изменилось. Значит, лишний материал. Отрезаем его пополам. Значит, два раза дешевле станет. А почему не ломается? Напряжение меньше стало. Я напряг, а напряжение в работе стало меньше. То, что я конструктор стал работать по-другому. Значит, пять материал лишний. И все, отрезаем. И так до тех пор, пока не достигнет какой-то точки определенной? Да, где-то можно в 10 раз. При этом просят сувеличиться. Можно большую нагрузку. Можно еще больше нагрузку. Она выдержит. Не пытайтесь повторить дома. Все проводили профессионалы. Все, спасибо. Вот, друзья, как просто показать вот это преднапряженное состояние струны. Дело в том, что дальше мы пройдем по тому, что является основанием для натяжения этих струн. И вы поймете, что это действительно работает. Напомню, что здесь часто задаются вопросы, которые задают, как правило, люди технически подкованные. Они задают. Они начинают спрашивать про температурное расширение материала. И, естественно, мы не можем обойти этот процесс, потому что он физический. И здесь вы видите, что от одной промежуточной опоры, здесь специально проведен эксперимент, проведены замеры. Вот одна промежуточная опора, вот вторая, между ними 35 метров. И вы видите, что при температуре, например, положительной температуре, прогиб составляет 5,84 мм. Это означает, что температура положительная. Если температура отрицательная до минус 60, то выгиб будет вверх на то же самое количество миллиметров. Это уже проверено неоднократно. Собственно, это же проходило и было бы замерено непосредственно в озерах, когда был тестированный участок в Московской области. И там ЗИЛ-131 весом 12 тонн как раз занимался проверкой этих прогибов, потому что там в Кунге были соответствующие приборы. Теперь нам нужно разобрать, как устроена путевая структура. И здесь мы видим очень важный аспект. Вот это все дорога, которую вы видите. На ней под номером 11 стоит как раз ее нелед. И мы видим следующую конструкцию. Вот это называется опорные, то есть анкерные опоры, между которыми как раз натягивается вот эта рельс струна. Стрелочками я показываю, куда идет растяжение. И растяжение может быть очень колоссальным. И 10, 20, 30, 100 тонн и более. Поэтому здесь очень важно понимать, что вот то, что я говорил, 35 метров на предыдущем слайде, это как раз между промежуточными опорами. И они могут стоять в зависимости от рельефа от 10 до 100 метров между ними может быть. Ну и конечно же применяются и вантовые конструкции. Вы видите здесь и вниз, и сверху, и любым другим способом, если это постепенный подъем осуществляется. Поэтому нам важно понять, что здесь применяются различные конструкции транспортного пути, которые способствуют или которые приняты непосредственно в зависимости от рельефа, по которому проходит дорога. С помощью вантовой конструкции мы можем преодолевать водные преграды или в горной местности, потому что там пролеты могут достигать до 5000 метров. И как раз мы обсуждали на одном из воскресных наших вебинаров Берингов пролив, там как раз можно будет осуществлять вантовые конструкции именно до 5000 метров. Вот вкратце непосредственно как устроена транспортная система Транснета. И, конечно же, здесь основные параметры все указаны. Совершенно очевидно, что с помощью такого рельса, с помощью преднапряжения, можно добиться получения идеального рельса, по которому будет катиться идеальное колесо. Здесь вы видите на левом слайде, вы видите непосредственно анкерную опору. Видите, какая она мощь, потому что она должна выдержать очень серьезное напряжение. Как я уже говорил, там до 100 до 200 тонн, который будет натягиваться, струна внутри рельса. И, естественно, анкерной опоре нужно быть очень основательной, потому что пролеты могут достигать, как я уже говорил, 5-7 тысяч метров. И есть специальные поворотные анкерные опоры, которые могут быть совмещены со станцией конкретно. Здесь, в данном случае, на второй картинке, которую вы видите снизу, это разворотная станция. То есть подъезжает юнибус, разворачивается, высаживает пассажиров, разворачивается и идет дальше в обратную сторону. Как правило, такие разворотные станции применяются именно на конечных пунктах, но, как правило, в городе. И это понятно. Форма и конструкция поворотных станций может быть очень различная. И это зависит исключительно от конкретных характерных особенностей проекта и фантазии архитектора, которые будут их, так сказать, создавать. Теперь нам нужно остановиться на следующем моменте. Самый главный аспект, который всегда, с которым начинает Анатолий Дуарвич, это безопасность. Это самый важный отдел конструкторского бюро, который занимается как раз безопасностью. И прежде чем говорить о ней, нужно сказать, почему столько внимания уделяется безопасности. Потому что это основа всего. И тот ролик, который вы видели в начале нашей сегодняшней встречи, где он говорил о полутора миллионах человек, которые ежегодно гибнут в различных автокатастрофах, то, естественно, этот пункт становится первым. И в данном случае для нас интересует идеально ровный рельс, идеально круглое колесо, минимальное пятно контакта, которое есть у этого колеса. И, соответственно, мы можем, прикладывая даже небольшие усилия, всего лишь 10 килограмм силы, передвигать до тонны груза, то есть до 1000 килограмм. То есть почти на два порядка больше. Поэтому здесь, когда Анатолий Дуарович ввел расчеты по безопасности, он сказал, что даже с помощью крана нельзя будет оторвать транспортное средство Юнибус или Юнилёт непосредственно от путевой структуры. Почему? Потому что есть уникальнейшая разработка. Она называется противовосходная система. И здесь, вы видите, она вот таким образом стоит. Если у нас колесо находится в вертикальной плоскости и опирается на рельс, на головку рельса, то противовосходная система, она находится в горизонтальной плоскости. Вы видите, здесь тоже такое колесо. Это колесо упирается в реборт. И оно упирается с обоих сторон в один рельс и во второй. И, соответственно, вы видите здесь на другом снимке вот этот блок горизонтальный. И вы видите это колесо. Оно с обоих сторон, как я уже говорил, упирается. И, разумеется, вы понимаете, что такую систему нельзя даже оторвать от путевой структуры. И даже ветер, ураганный ветер со скоростью 250 км в час не сможет оторвать наш юни-лёд от путевой структуры. И это очень и очень важно. Даже если будет разрушено само колесо, то все равно наш юни-лёд не сойдет с рельсов. Здесь это очень и очень важный аспект нашей жизни. Второй аспект, о котором говорил Анатолий Эдуардович, это непосредственно комфортность. То есть, чтобы человек мог проехать длительные расстояния по путевой структуре и при этом у него не было эффекта усталости от путешествия на юни-лёте на длительные расстояния. Поэтому очень важно иметь качественную демпферную систему. Вот вы видите здесь ее такая система пружин, подпружинивание, которая даст возможность не чувствовать колебания, которые могли бы возникать при движении юни-лёта. И, конечно, основная задача конструкторов сделать нашу поездку комфортной. Ну, уже третьим этапом, конечно же, включается важный параметр, как экономичность. Экономичность самой транспортной системы, потому что мы тратим различные виды топлива, и в зависимости от технического задания мы используем колесо такое же. Но мы сейчас перейдем и к двигателям тоже. Колесо с ребордом. С реборд. Видите, вот здесь с двух сторон применен. Вы видите здесь 10 различных конструкций этого колеса. Естественно, это зависит от технического задания конкретного проекта, я имею в виду адресного проекта, который будет после сертификации технологической площадки. И здесь уже сами инженеры будут принимать решение, какое колесо будет эффективно, например, при грузовом транспорте, или, например, при пассажирском транспорте в городе, или при высокоскоростном. Для каждого из этих видов транспорта будет свое колесо, наиболее оптимальное, с учетом тех скоростей, на которых они будут двигаться. И вот Анатолий спрашивает тут же, надежность опор в случае землетрясения или теракта. Я могу сказать, что благодаря нашей системе противовосходной, независимо от того, как будут вести себя опоры при землетрясении, понятно, что эти расчеты были сделаны. И нужно сказать главное, что при любом землетрясении наше транспортное средство не сойдет с рельсов. Он останется на путевой структуре. И в крайнем случае он может вместе с путевой структурой плавненько опуститься непосредственно на землю. Потому что, не забывайте, преднапряженное состояние струн, струн рельсов. И поэтому там не будет никакого разрыва, как это бывает непосредственно в железнодорожном транспорте, или, например, на магнитном подвесе, или на высокоскоростных дорогах в Японии, самой землетрясенной, потрясаемой стране. Поэтому при теракте это тоже происходит. Нельзя одновременно уничтожить много опор. Даже если одну-две опоры терактом будут повреждены, то, несмотря на это, все равно будет двигаться. Транспортное средство в худшем случае просто будет прогиб путевой структуры до земли. А поскольку у нас путевая структура находится на высоте 5-10 метров, то при расстоянии там в 200-300 метров, если вдруг промежуточные опоры будут каким-то образом уничтожены, то просто путевая структура опустится вниз и никто не пострадает. Здесь вы видите следующее. Это непосредственно тестовый участок, который был в городе Озеры Московской области. И сейчас я вам просто покажу ролик, как это не просто фотография, снятая один раз, что реально ЗИЛ-131 с Кунгом весом 12 тонн двигался по путевой структуре 150 метров. Здесь именно тестировали и колебания системы, и прогибы, и все остальные необходимые технические характеристики. И посмотрите, здесь я привел характерный такой слайд внизу, вы видите, что внизу наводнение, а сами юнибусы двигаются совершенно спокойно, и люди не испытывают никакого неудобства, потому что транспортная система, поднятая на высоту 5-10 метров, не подвержена таким вещам, как наводнение. Здесь же нужно сказать и о том, сколько она стоит. Посмотрите, разница, если за 100% принять транснет, то поезд на магнитом по 200, как минимум, в 18-20 раз дороже, и себестоимость его дороже, чем транснета. И приводятся конкретные характеристики по железнодорожному, автомобильному, монолизовому транспорту. Поэтому у нас есть чем гордиться, я имею в виду, у нас есть не только чем гордиться, но и к чему стремиться. И Елена спрашивает, а в случае возникновения пожара в салоне? Разумеется, там есть специальные системы противопожарной безопасности, и я думаю, что в салоне вряд ли что-то возникнет, потому что там применяются материалы не горючие. Это записано во всех стандартах, и есть такой ИСУ-9000, как раз там на случай пожара в салоне все сказано, что должно быть. И разумеется, каждый юнилёт обеспечен средствами пожаротушения, так что там это все будет действовать в автоматическом режиме. Поэтому по поводу пожара можно не беспокоиться. А теперь давайте просто посмотрим ролик, который был снят уже давно, именно в озёрах, для того, чтобы у нас было совершенно чёткое представление, как двигается транспортное средство по этой дороге. Обратите внимание на анкерные опоры, на то, как они устроены и как они действуют. Здесь, сейчас вы видите, начало строительства, вот закрепление концевиков анкерных опор и сама анкерная опора. Нужно сказать, что она стояла, вот, обратите на это внимание, нужно сказать, что анкерная опора стояла на очень мягких грунтах и, несмотря на это, она благополучно выдержала все испытания. Это коллектив, который участвовал в строительстве этой тестовой площадки. Это главный испытатель. А здесь специальные колёса с ребордом, которые дают возможность двигаться по этой путевой структуре. Ну, а теперь проедемся по этим 150 метрам, чтобы ощутить, как мы, двигаясь на этой машине, уходим в небо. Собственно, поэтому мы и называем Skyway, небесные дороги. Заметьте, что при минимальных переделках, то есть колёса на реборде и фиксировании рулевой колонки даёт возможность уже даже просто автомобилю двигаться по этой системе, что первоначально и предлагал Анатолий Эдуардович в наших северных территориях, для того, чтобы в сложных климатических условиях можно было перемещать большие, так сказать, количество грузов, например, к нефтедобывающим платформам, к разработкам полезных ископаемых и в другие важные места. Вот такой ЗИЛ-131 вы видите совершенно спокойно взбирается под уклон по этой транспортной сети, по этому транспортному пути. Ну вот, вкратце, вы поняли, как это происходит движение. Естественно, вы понимаете, что вот этот шум, который производит непосредственно автомобиль, связан просто с его двигателем. Точно на такой же машине я в своё время служил в армии, у меня такой же ЗИЛ-131 был, понятно, что там был бензин 92-й и шум совершенно очевиден, потому что это просто двигатель внутреннего сгорания. Все наши юнилеты, юнибусы и юникары будут обеспечены самым экологическим видом движителя. Это может быть и электрические двигатели, дизель-генераторы, бензиновые, бензин плюс генератор, или это может быть толкающий винт, различные есть варианты, может быть просто непосредственно имеется в виду двигатель, который основан на электрическом принципе, точно так же, как автомобиль Тесла. То есть днище полностью состоит из одного аккумулятора. Самое важное, чтобы на первом этапе это было экономически оправдано, потому что нам сейчас важно засертифицировать этот вид транспорта, построить путевую структуру грузового, городского и высокоскоростного транспорта, соответственно, показать во всей красе все три путевые ветки и, собственно, для этого нужно, чтобы наши будущие покупатели увидели, что это в металле, что это все работает и что это физически будет сделано и в определенные сроки. Поэтому компоновка может быть совершенно различная. В данном случае вы видите специальный юнилит, который будет тестировать путевую структуру. Вы видите два рабочих места и два компьютера здесь стоит, которые, собственно, занимаются, это называется путевая лаборатория. Собственно, она способствует тому, чтобы понять, что все в порядке с путевой структурой и, как правило, прежде чем пускать пассажирские или грузовые юнибусы будут путевую структуру проверять именно такие юнилеты. Вот Константин спрашивает, какова грузоподъемность такого транспорта. Если речь идет о юнилете, то это порядка 20 тонн, 25-40 тонн будет такой. Это уже совмещенный юнилет на от 20 до 44 пассажиров. На самом деле Анатолий Дорож сказал, что у нас непосредственно на одного пассажира порядка 150 килограмм конструкции. То есть в зависимости от того, сколько будет вместимость юнилета, умножаете, например, 10 пассажиров, значит это будет у нас простой расчет. 150 килограмм умножаете на 10, понятно, сколько будет весить сам юнилет. И это очень важная характеристика, потому что она влияет на количество топлива и на мощность двигателя. естественно, мы же хотим, чтобы это был экономичный вид транспорта, поэтому нам очень важны несколько составляющих. Первая составляющая, как я уже говорил, она заключается в идеально ровном рельсе. Вторая составляющая, идеально круглое колесо. Третья составляющая, это, конечно же, аэродинамика. И в данном случае у нас коэффициент CX равняется 0,0075. То есть это в пять раз лучше, чем у Bugatti Veyron, когда мощность двигателя порядка 1000 лошадиных сил и скорость порядка 400 километров в час. Естественно, у Bugatti Veyron CX равняется 0,35. То есть у нас характеристики как минимум в пять раз лучше. А что это означает? В пять раз меньше необходимо топливо, чтобы как минимум до такой же скорости можно было разгоняться. И вот Вера57 тут же говорит, а на крыше нелетов облицовать солнечными батареями. Совершенно верно. Я просто готовясь к воскритному вебинару, как раз нашел уже разработку гибких солнечных панелей, которые уже стоят недорого. Я думаю к тому моменту когда мы начнем облицовывать наш нелет уже можно будет применять такие солнечные панели. Так что мы думаем в одну струю. И наконец четвертый параметр который нас также интересует это непосредственно отсутствие экранного эффекта. Дело в том что у нас под нелетом нет полотна. У нас только два рельса по которым двигается сам нелет. А под днищем соответственно нет никакого полотна и соответственно нет экранного эффекта. Итак перечисляем снова. Идеально ровный рельс идеально круглое колесо прекрасная аэродинамика отсутствие экранного эффекта и пятое это то что наш транспорт подет на 5-10 метров над землей. То есть он не будет мешать ни экологии ни животным не занимать большие землеотводы на строительство такой путевой структуры. Всего лишь одна десятая гектара необходима для того чтобы построить один километр путевой структуры. Какие скоростные характеристики? До 500 километров в час будет двигаться юнилет. Именно поэтому очень важна аэродинамика. И до 150 километров в час будет двигаться непосредственно юнибусы которые будут использоваться в городах. И до 120 150 километров будет двигаться грузовой транспорт. И сегодня я вам его покажу чтобы вы имели четкое представление. Анатолий спрашивает какой длины будут рельсы и не будет ли стука? Стука по определению не будет потому что все стыки будут сварены и зашлифованы. Почему я и говорю идеально ровный рельс. А длина рельса будет исключительно бесконечной потому что никаких стыков не будет потому что есть анкерные опоры там специально есть соответствующий переход от одной анкерной опоры к другой и естественно никаких стыков разумеется не будет. Дальше мы переходим к следующему аспекту. По поводу утилизации мы еще поговорим об этом у нас тема еще впереди. Нас интересует вот что та проблема которая возникает у нас сейчас мы понимаем что то количество дорог которые у нас сейчас есть не соответствует тем требованиям которые предъявляются к экономике нашей страны и поэтому мы понимаем что если в человеческом организме порядка 100 тысяч километров различного диаметра сосудов а это и есть транспортная система человеческого организма то нашей стране нужно как минимум не меньше а во много раз больше потому что размер намного больше так вот давайте в сравнении Соединенные Штаты имеют в два раза меньше площадь тем более они находятся южнее чем наша страна и у них сейчас на данный момент 6,5 миллионов километров дорог а у нас всего лишь 600 тысяч километров автомобильных дорог и порядка 118 тысяч километров железнодорожных поэтому нам естественно не хватает и естественно нам не хватает скорости потому что тот транспорт который двигается по автомобильным дорогам и по железнодорожным нужно отметить что средняя скорость движения по транссибу 9 километров в час вы не ослышались 9 километров с учетом перестыковок с учетом смены тепловозов с учетом отстоя и так далее и так далее с учетом того что по одной и той же трассе двигаются и грузовые и пассажирские поезда и электрички и поэтому средняя скорость средняя скорость естественно очень низкая наша задача как раз в проекте после сертификации после постройки технологической площадки после проведения экспериментов связанных непосредственно с вечной мерзлотой потому что большая часть трассы вы видите здесь да вот большая часть трассы которая будет идти рядом с северными нашими территориями будет проходить как раз по этим неудобным грунтам неудобным для кого для железнодорожников для автомобилистов для нас это будет самая правильная территория где мы будем применять этот вид транспорта что называется направо и налево наша задача просто сделать Российскую Федерацию и Казахстан соответственно и Белоруссию и Украину вот территориями опережающего развития для того чтобы мы могли соединить как страна транзитер и запад и восток и юг и соответственно через Берингов пролив пройти непосредственно на американский континент Александр спрашивает проблема вибрации решена конечно решена и мы естественно думаем о вибрации как раз был у нас предыдущие несколько слайдов когда я говорил о комфортности для пассажиров которые будут двигаться в этом юниелете самое важное здесь это понимать что чем больше мы настроим меридиональных наших дорог чем больше будет по параллелям наших дорог вы видите здесь да тем эффективнее будет работать наша экономика потому что сейчас основной затык это как раз быстрое перемещение пассажиров и грузов по территории страны и не только нашей страны но и всех стран которые будут связаны в огромный евразийский транснет поэтому нам очень важно понять вот Евгений написал а как быть с банальной пылью она уже будет абразивом который со временем идеально ровный лезть подпортит но здесь нужно понимать что ширина идеально ровного рельса порядка 5-10 сантиметров и поэтому когда будет пробегать такой юнилет то он вы знаете что впереди любого движущегося средства всегда идет сдавленный воздух и он является пылесосом и естественно он просто сдувает с рельса все что на нем находится ну а в случае в зимний период я тут приготовил для вас несколько слайдов покажу его как-нибудь на будущих наших встречах когда просто происходит обморожение и техники и так сказать проводов под мокрым снегом который быстро замерзает на такой путевой структуре что в этом случае это уже далеко не пыль это лед который будет находиться на путевой структуре естественно будет идти специальный юнилет который будет очищать путевую структуру если таковое произойдет а датчики которые находятся по всей по всему пути они будут как раз показывать состояние путевой структуры и разумеется как я уже говорил во главу угла ставится безопасность и это самый важный вопрос который нас интересует в процессе реализации этого проекта здесь нужно отметить следующее что у нас намечено в планах построить за следующие 5-10-15 лет от 5 до 15 миллионов километров дорог это колоссальные цифры потому что если сравнивать что за все время Российской империи или Советского Союза или России я уже сказал цифру 118 тысяч километров дорог а тут от 5 до 15 миллионов километров дорог кажется что это невозможно но на самом деле та скорость и те новые технологии которые сейчас применяются особенно специальные сварочные роботы которые будут работать на лазерах и будут сваривать конструкцию плюс технологические особенности монтажа дадут возможность создавать путевую структуру до 300 метров в минуту это когда мы уже засертифицируем на технологической площадке путевую структуру и транспорт и после этого конечно же будут созданы автоматические роботы которые будут собирать всю путевую структуру и делать очень быстро вдобавок вы же знаете как строится например обычный туннель он начинает прокапывать он начинает с двух сторон у нас нет этой проблемы мы можем начинать одновременно ставить путевую структуру начиная с анкерных опор вы понимаете теперь что это означает и несколько бригад одновременно 5, 10, 15, 20 бригад соответствующим образом обеспеченные оборудованием могут начать делать трассу в различных частях этой трассы и поэтому скорость будет просто феноменальная и собственно на этом мы и рассчитываем потому что если вы видите сейчас график посмотрите пожалуйста на него это изменение протяженности сети различных типов дорог и вы видите постепенно железные дороги сходят на нет заметьте какой период временной здесь указан от 2000 до 2100 года многие из нас доживут до этого времени я думаю особенно молодежь и здесь вы видите что постепенно количество дорог будет автомобильных дорог будет уменьшаться а количество транснета путевой структуры транснета будет увеличиваться и это совершенно естественно особенно когда люди освоят скорость с какой можно производить путевую структуру транснета то естественно дальше обычный экономический расчет бизнес расчет подскажет что да нужно строить именно такие дороги и как можно больше тем более что они имеют несколько типоразмеров начиная от 50 сантиметров и потом с кратностью в 50 сантиметров метр полтора два два с половиной в зависимости от технических особенностей этого пути для чего он предназначен например для перевозки тяжелых грузов или там негабаритных грузов нужно будет своя путевая структура но здесь нужно отметить следующее что не будут смешиваться пассажирские высокоскоростные линии с грузовыми чтобы не происходило сталкивание и замедление так сказать скоростных юнилетов это достаточно очевидно это даст возможность как раз комфортному путешествию например из из Беларуси например из Минска во Владивосток и люди погрузились в юнилет и за достаточно короткое время даже соизмеримое с полетом на самолете достигнут Владивостока здесь вы видите мне этот снимок очень понравился это юнилет который двигается по путевой структуре вокруг такая красота ели все в снегу я думаю что наши коллеги из Новосибирска из Сибири из Дальнего Востока уже эту красоту у себя сейчас видят и они понимают что осталось самое немножко красота уже есть осталось путевую структуру поставить и юнилеты запустить поэтому один из проектов который в свое время прорабатывался это Ханты-Мансийский обстановный округ Югра и здесь вы видите город Ханты-Мансийск и трасса до Сургута это 250 километров протяженности представляете там конечно не очень много людей и не так много людей туда-сюда ездят но вот я честно говоря был очень удивлен когда наши акционеры они решили поехать в Новосибирск за 600 километров от Междуреченска и они добирались на машине непосредственно для того чтобы приехать на презентацию которую проводили наши коллеги в Новосибирске я имею ввиду Игорь Хальзов и Михаил Ширин поэтому естественно для того чтобы преодолеть быстренько давайте высчитаем 250 километров при скорости 500 километров в час сколько нужно будет потратить времени совершенно верно полчаса полчаса и так сказать люди из Ханты-Мансийска смогут достичь Сургута здорово просто необыкновенно и естественно когда так сказать руководство Ханты-Мансийского округа рассматривал этот проект оно думало о чем оно думало конечно же прежде всего о своей добывающей промышленности оно есть план и я его сегодня покажу они думали о том чтобы несколько очередей запустить сначала Ханты-Мансийск Сургут потом другие зацепить для того чтобы связать все населенные пункты качественной высокоскоростной трассой и здесь же параллельно запустить и грузовые ветки по которым будут двигаться важные народохозяйственные грузы поэтому Ханты-Мансийск Сургут понятно вы уже поняли это Тюмень Салихард Баваненкова это уже не 250 а 1560 километров и посмотрите на какой север мы забираемся с помощью нашей транспортной системы и это очень важный аспект потому что сейчас северный морской путь не замерзает может же поменяться этот период и начнет замерзать соответственно нужно будет быстро доставлять все необходимые материалы и топливо в эти северные районы поэтому все те проекты которые находятся в папке проектов на сайте юницкий.ком вы можете с ним ознакомиться они в открытом доступе и посмотреть какой проект был например Санкт-Петербург Сочи или например Москва или например просто Санкт-Петербург городская линия то есть много уже разработок много полезных материалов на основе которых можно конкретно это сделать и опять один из слайдов вы видите сейчас что есть навесные конструкции а есть подвесные конструкции и в данном случае вот обратите внимание здесь уже рельс идет над крышей самого юнибуса это зависит опять же от технического задания от скоростей от места где это применяется и представьте что люди которые смотрят сейчас через окна юнибуса они все равно что как парят в воздухе это здорово ну конечно тут конечно мы видим что это снимок он показывает что очередное наводнение произошло ну а люди как вы видите никаких проблем не испытывают от того что природа распорядилась таким образом дальше нужно понимать что будут специальные станции которые совмещены высокоскоростные линии вот вы видите ее на втором уровне и на третьем уровне также городские юнибусы уже другой конструкции вы видите да они отличаются от предыдущей но также подвесная конструкция то есть навесная идет скоростная подвесная это городская в зависимости опять же от технической особенности городского строительства потому что на прошлом вебинаре люди задали вопрос а как мол будет двигаться юнибус если улицы кривые но посоветуемся с архитектором выберем наиболее оптимальный способ движения по этим улицам или может быть просто подымем юнибусы над крышами домов и тогда нам не важно будет как петляет улицы конкретно например если сравнивать например чехии с прагой да конечно там улички особенно в старом городе они достаточно узкие там и опор не поставишь но для этого есть у нас другие технические решения которые помогут нам это сделать поэтому естественно такой же старый город как Таллин естественно что маленькие улички особенно в старой части города нужно очень аккуратно относиться к историческим памятникам и разумеется городской архитектор четко подскажет как это лучше сделать в случае если там будут строить если там будут строить такую дорогу нас же интересует следующее потому что мы понимаем что если есть путевая структура и по ней двигается транспорт значит и слева и справа будет развиваться инфраструктура и это очень важный аспект потому что в данном случае это прямое следствие наших линейных городов посмотрите уходящий за горизонт путевая структура а слева и справа в хороших климатических условиях будут строиться одноэтажные линейные города и можно будет использовать коттеджи различных типов и вот я их демонстрировал в своей воскресной в семейных встречах которые мы проводим по воскресеньям здесь важно понять следующее что несколько уровней видите по земле идет трасса автомобильная на втором уровне идет высокоскоростная трасса юнилетов а на третьем уровне идет уже городская трасса юнибусов и здесь дом опора осуществляет сразу несколько функций это может быть и многоэтажная застройка и там могут быть просто квартиры где будут жить люди также это административные здания также опора и также здесь находятся все объекты инфраструктуры магазины школы и все что необходимо для вот этого большого кластера людей вот он как бы обслуживает вот такой кластер ближлежащих домов и здесь совершенно очевидно что вот такая в пешей доступности опора она дает как раз все необходимые административные здания которые нам необходимы для нормальной жизнедеятельности я имею ввиду например ну зуб заболел да ну не ехать же там за 3-9 земель пожалуйста в этом же комплексе будет зубной врач никаких проблем нет и тогда даже если нам нужна какая-то серьезная помощь садимся в скоростной юнилит и достигаем необходимого населенного пункта где мы сможем провести подобные манипуляции ну а теперь поближе к тому что у нас ждет вот та перспектива 5-15 миллионов километров дорог которая ждет нас в ближайшее время посмотрите как из Лондона попасть через Москву двигаясь непосредственно по тому же транснету под названием Транссиб да 30 тысяч километров стоимость такой дороги порядка 100-200 миллиардов долларов казалось бы сумасшедшие деньги но я вас уверяю что даже здесь Анатолий Дворозович продумал как можно быстро окупить эту дорогу вот мне лично нравится пример который приводит Михаил Ширинкин касающийся дороги Ханой Хо Шимин во Вьетнаме и естественно там 1200 километров и 8 миллиардов долларов нужно потратить но в чем там прелесть во-первых там мы не нарушаем экологию во-вторых там пассажиропоток порядка миллиона человек в течение одних суток и соответственно окупаемость этой дороги будет порядка 6-8 месяцев она полностью окупится представляете с какой скоростью это окупается и разумеется нас как инвесторов это очень интересует мы конечно же хотим получать дивиденды за тот за то участие в венчурном проекте за то за те бессонные ночи которые мы ждали когда этот проект реализуется то естественно когда нам скажут там 30 тысяч километров от Лондона до Токио мы напряжемся конечно но поймем что и это можно построить совершенно точно особенно когда уже будут готовы автоматы которые будут способствовать быстрому осуществлению путевой структуры то дальше встанет вопрос как ее окупить и здесь встает так сказать в полном объеме то преимущество которое раньше мы считали негативным фактором это зима это конкретно лед вот вы видите здесь и это пищевой лед самого высокого качества который уже сейчас стоит дороже то есть тонна пищевого льда стоит дороже чем тонна нефти и разумеется скоро этот продукт станет самым ценным ну а поскольку у нас зима как минимум полгода и морозы способствуют тому что мы не тратим энергию на производство льда то соответственно мы совершенно легко можем транспортировать это в южные страны в ту же Италию или там в Арабские Эмираты или в Казахстан или соответственно в Индию в Китай в Юго-Восток ну и в ту же Японию и так далее то есть это очень мощное подспорье для нашего ВВП который может вырасти в 5-10 раз благодаря такой дороги особенно благодаря тому что страна станет страной транзитером через которую будет двигаться огромное количество пассажиров товаров грузов и полезных ископаемых разумеется транзит это всегда оплата транзита и соответственно мы будем зарабатывать и на этом что очень и очень важно поэтому высокая скорость плюс большое разветвление то есть большая сеть дорог она даст просто колоссальный экономический эффект поэтому нам с вами нужно думать уже об этом но прежде всего те люди которые пришли первый раз их всегда интересует а на каком этапе мы сейчас находимся как понять насколько вот эта венчурность меня вводит в нервное напряжение но если мы начинали 29 марта первое прошло первая конференция которая была в москве в гостинице в зале университет то там мы начинали можно сказать с нуля да и сейчас мы уже находимся на третьем этапе и самое интересное от месяца к месяцу вот я читаю вебинары уже начиная с июня месяца этого года и я вижу вот эту динамику прихода людей непосредственно наш наш проект и что нужно сказать вот уже предпоследний предпоследний свой сертификат я получил с номером сертификата 13868 и это был в сентябре а до этого в августе мы праздновали 7000 сертификат вот такая скорость прироста представляете эффективность инвестиций понимание людей в проекте и поэтому с каждым новым этапом а вы видите что их сейчас всего 15 и мы сейчас находимся на третьем то есть в 2017 году в мае месяце закроются эти оставшиеся 30 месяцев заметьте уже не 31 а 30 потому что в начале ноября я как раз говорил о 31 месяце и у меня специальный график я тут повесил у себя 30 месяцев остается до IPO первичного размещения акций и разумеется с каждым новым этапом дисконт уменьшается цена так сказать количество акций становится меньше в этих пакетах поэтому разумеется те люди которые придут самыми первыми им что называется этапки но всегда многих интересует вопрос а сколько уже собрано потому что мы задекларировали что проект это 300 миллионов фунтов стерлингов для одного человека реально это много для олигарх это расплюнуть я думаю что Абрамович на Челси тратит больше денег чем на эту дорогу поэтому естественно будет для нас вот то понимание что вот этот этап это количество денег мы тоже можем отследить все в открытом доступе обращаемся к таблице смотрим третий этап 5 миллионов фунтов стерлингов надо собрать соответственно четвертый этап это уже 7 миллионов 5 этап это уже 9 и так далее по списку то есть реально мы совершенно четко можем понять с какой скоростью мы двигаемся и для этого у нас есть прекрасный инструмент который называется Skyway Invest Group и здесь не важно пришли ли мы по реферальной ссылке или мы ответили на вопросы общественного вопроса самое важное зарегистрироваться зайти в свой личный кабинет это бесплатно посмотреть сколько стоит наше ОИП это обучающие инвестиционные программы и получить в подарок то количество акций которые вы для себя предпочитаете иметь Виктория до чиновников мы зайдем я для вас приготовил маленький опросик еще так что все впереди у нас поэтому те кто сегодня первый раз первое что нужно сделать конечно же зарегистрироваться для того чтобы просто быть в курсе чтобы вам приходила информация чтобы вам приходила информация о вебинарах чтобы вы погрузились в эту тему чтобы вы осознали насколько это важно для вас лично чтобы вы могли донести эту информацию до других людей и постепенно благодаря своей инвестиционной программе от 5 до 20 процентов в месяц от семейного бюджета вы сами планируете когда и сколько можно проинвестировать например от 10 до 60 фунтов стерлингов плевать что растет у нас сейчас курс да глубоко наплевать почему по одной простой причине что те проценты которые мы получим по завершению проекта полностью перекроют тот негативный эффект от санкций который сейчас мы на себе ощущаем это самый лучший инструмент для того чтобы не потерять с таким трудом заработанные деньги или например второй вариант от 120 фунтов стерлингов плюс еще возможность получить подарок от компании Skyway Invest Group это же тоже приятно нужно отметить что люди которые в октябре сделали такую закупку имеется купили такие учебные программы от 120 тысяч фунтов стерлингов получили совершенно удивительный неожиданный подарок даже два сначала получили подарок 100 акций а потом по итогам оптимизации работы фонда за октябрь месяц получили еще дополнительное количество акций от там трех с половиной до шести тысяч акций а кто-то и больше получил потому что у него пакет был больше поэтому естественно какой пакет выбирать это вы определите потому что вы считаете деньги в своем кошельке и обсуждаете этот вопрос со своей семьей и делитесь этой информацией со своей второй половиной для того чтобы она тоже поучаствовала в этом проекте и тоже сказала веская да поэтому получив в конце свидетельство каждый месяц у нас есть возможность заказать свидетельство на то количество акций которые мы приобрели в этом месяце это будет материальным подтверждением наличия у вас соответствующих акций и в дальнейшем возможность перейти к независимому реестр держателю перед тем как компания будет выходить на IPO потому что будет проводиться листинг и все акционеры владеющие долями компании будут переписаны и пронумерованы поименованы поэтому самое важное здесь это конечно же знать расписание вот я сегодня как раз сделал такое расписание я делаю это специально каждый раз когда я выступаю для того чтобы все кто приходит первый раз могли четко планировать свою деятельность на неделю тем более что люди же работают у них есть семья и им нужно четко знать в какой день нужно выйти на какого спикера какую информацию получить например если все понятно с техническими деталями дальше встает вопрос инвестиционной грамотности значит нужно прийти в четверг и побывать на соответствующем вебинаре и соответственно получить эту информацию для того чтобы четко понимать как и что делать ну и те из вас кто был в самом начале я попросил поставить единички кто был на телемосту меня честно говоря поразило это потому что вы видите здесь есть цифра что было 403 подключения вот она 403 подключения и там было более 26 городов и в этих городах было от 5 до 30-50 человек которые сидели плюс это международная конференция потому что вот здесь вот сидят наши коллеги из Анкары коллеги из Челябинска коллеги вот Дмитрий подскажет коллеги где откуда там город не написан из Санкт-Петербурга да из Новосибирска посмотрите что это означает к сожалению вебинарная комната показывает только 6 камер одновременно поэтому у нас происходила ротация такая и конечно же люди которые пришли и увидели вот такой характер и я насчитал по своим подсчетам было подключено 2,5 тысячи человек одновременно понимаете и это уже совсем другая тема и поэтому те из вас кто приходит на вебинары конечно же для того чтобы получить самый лучший эффект потому что кто-то говорит да инвестиции это непосредственно трата вы хотите зарабатывать есть такая возможность придите на вот этот четырехступенчатый интерактивный трансформационный тренинг и вы естественно сможете усилить результат от участия в проекте Skyway Invest Group и вы сможете получить заработок здесь почему по одной простой причине многие по разному к этому относятся но я могу сразу сказать представьте что компания Skyway Invest Group дает непосредственно рекламу на телевидении ну вы можете в чате написать сколько стоит реклама на телевидении понятно что эти деньги будут потрачены по любому дальше встает вопрос эффективности рекламы и это проверялось уже не один раз и не один год не одно десятилетие что информация от человека к человеку который передает с этой информацией свое доверие к этому проекту намного выше чем это будет в СМИ или на телевидении и естественно что когда я делюсь этой информацией со своими друзьями коллегами людьми которыми я общаюсь то информация от меня им воспринимается много лучше нежели они просто прочитают в какой-нибудь газете об этом поэтому если вы хотите действительно качественных результатов для того чтобы достичь при сотрудничестве с компанией Skyway Invest Group наилучших результатов то конечно же проинвестировав там с 1 по 5 декабря с 1 ноября по 5 декабря 100 фунтов стерлингов вы можете бесплатно принять участие в этом интерактивном трансформационном тренинге и разумеется что тот результат который вас будет ждать может вас сильно удивить что именно это просто капитальный доход более 100 тысяч евро или например то что вы получите возможность получить автомобиль стоимостью в 50 тысяч евро это может быть Mercedes может быть BMW может быть Audi вы выберите сами здесь самое важное это цена то вопрос как правильно распланировать свои действия что нужно делать какие навыки приобрести для того чтобы все это сделать вот Анатолий пишет обидно то что эта реклама идет за наши деньги какая реклама Анатолий нет никакой рекламы мы даем информацию тем людям которые приходят непосредственно на наши вебинары и они уже принимают решение как поучаствовать непосредственно в проекте поэтому никакой конкретной рекламы за наши деньги не существует все люди которые здесь находятся а если про телевидение да в данном случае мы телевидение не используем потому что понимаем что люди непосредственно могут заработать вот из тех денег которые мы могли бы потратить на телевидение мы лучше раздадим тем людям которые проявят инициативу подключат своих близких дадут им возможность поучаствовать в этом проекте который может быть всего лишь один раз в сто лет то конечно мы пригласим всех и всем максимально расскажем поэтому не забывайте что Skyway Invest Group это необыкновенная компания потому что она я честно говоря первый раз с этим встречаюсь когда по итогам месяца после оптимизации компания дает возможность и имеет возможность подарить какую-то часть своих акций наиболее активным ее членам поэтому здесь я считаю просто сам Бог велел поработать и получить то что необходимо тем более друзья мои я не знаю как вас коснулся этот кризис или повышение курса доллара евро и фунта я знаю это по 98 году когда только благодаря структурному бизнесу удалось вытащить себя можно сказать за волосы из той ужасной ситуации в которой я столкнулся и многие люди которые были рядом тоже столкнулись с этой же проблемой что невозможно устроиться на работу особенно людям после 45 уже просто отрезают все возможности заработка а здесь есть такая возможность используйте ее и действуйте вот Светлана пишет да только MLM и помог естественно ну а для того чтобы у нас понимаете вы видели расписание оно достаточно насыщенное и поэтому по воскресеньям я провожу такую необычную встречу называется кругозор я просто стремлюсь к тому чтобы вы увидели что происходит в мире какие проекты есть чем отличается краудфайдинг от краудинвестинга чем отличается компания Skyway Invest Group от тех проектов которые идут в мире и тогда вы поймете насколько этот проект уникален что он действительно может быть только раз в сто лет и вы можете в нем поучаствовать мы не попали с вами когда организовывался Apple мы не попали когда организовывался Microsoft мы не попали опоздали когда был Google мы не попали когда раскручивались другие IT компании но и разумеется у нас нет никакого доступа к таким компаниям как Shell или BP или там Gazprom у кого есть здорово значит вы можете больше вложить денег не проинвестировав в этот проект поэтому здесь ну понятно может быть я отношусь как раз к той категории людей которые быстро принимают решения если им о чем идет речь поэтому я приглашаю вас с 7 числа в 17 часов у нас будет как минимум 2 часа работы но это такой спокойной нормальной работы которая даст возможность иметь вот этот обзор того что происходит в мире и вдобавок еще построим планы с вами на 2015 год заметьте что это будет уже на следующий день после обучения после тренинга игра в жизнь и нам будет уже что обсудить мы уже целенаправленно будем делать эти планы и мы поймем о чем нужно будет задуматься и я на каждом своем вебинаре говорю ребята уже сейчас нужно думать о том как мы будем использовать те деньги которые получим в 2017 2018 году нам уже сейчас надо запланировать какой дом будем строить где будем строить какой площади из чего сколько будет у нас юнибусов своих личных ну и так далее все что нам необходимо надо же это расписать потому что у нас есть планирование на неделю на месяц на 3 месяца на 6 на 9 на 12 на 3 года на 5 лет и тогда у нас вопрос будет совершенно четкий и понятный как нужно развиваться ну а сейчас давайте я по завершению мы сейчас проведем несколько таких опросов просто важно ваше мнение и первый вопрос у нас следующий какие или какую из характеристик транснета вы считаете наиболее важной для себя лично как непосредственно пользователя что для вас наиболее важно и я вам объясню зачем я это делаю я просто еще раз во встречах когда мы будем встречаться непосредственно с Анатолием Владимировичем я просто покажу вот эти опросы чтобы он понимал что да действительно Skyway находится на правильном пути и вот смотрите для двоих для троих человек уже безопасность имеет приоритетное значение поэтому совершенно правильно что есть у нас противовосходная система совершенно правильно что ни один теракт не сможет одновременно уничтожить всю транспортную систему людей это беспокоит для них это важно и это нужно донести до людей и донести до инженеров КБ для того чтобы они действительно уделили этому самое важное самое большое внимание и поэтому конечно же те инженеры которые сейчас трудятся в КБ безопасности они полностью отдают отчет насколько это важно для людей но смотрите что большинство из нас конечно же важен синергетический эффект имеется ввиду все вместе и безопасность и экологичность и экономичность и малая материалоемкость все вместе так сказать должно работать ну и я честно говоря нисколько не сомневался в нашей аудитории потому что ни один человек не поставил еще не понял понятно что это несколько провокационный такой вопрос но ясно что большая часть из вас совершенно четко и определенно понимает в чем самые важные принципы транснета и моя задача в этом случае я считаю выполнена благодарю всех кто проголосовал это всего лишь половина из тех кто участвует ну надеюсь что на будущих вебинарах в которых вы будете принимать участие вы сможете принимать больше участия в наших опросах это все-таки нам важно давайте теперь еще один еще один опрос который я приготовил для вас я разъеду ну ничего страшного давайте вот какой вот что я для вас приготовил на закуску вот такой особенно меня сейчас интересуют люди которые пришли первый раз сегодня какая причина может вам помешать принять участие в проекте вот просто сейчас взвести вот кто-то написал нет денег значит вот мой слайд где начинается от 10 фунтов проскочил я наверное его быстро проскочил дело в том что в нашем случае здесь очень удобно потому что мы можем начать во-первых зарегистрировались бесплатно во-вторых у нас есть самые минимальные инвестиции это 10 фунтов а это 750 рублей ну друзья мои 750 рублей мы можем найти для того чтобы поддержать проект и стать сопричастными к этому великому делу я думаю что если мы реально посчитаем свой доход свой бюджет то наверняка мы изыщем эти средства и я думаю те 5 человек которые честно написали что да нет денег сейчас согласен может сегодня нет а завтра как раз будет получка 2 или 5 числа и тогда естественно можно будет проинвестировать поэтому подумайте об этом взвесьте все поговорите со своей второй половиной поговорите со своими близкими людьми и наверняка вы найдете отклик разумеется если сложно самому сказать приходите на вебинары и наши спикеры просто что называется в доску разобьются чтобы вам правильно и хорошо рассказать пользуйтесь этим насколько это возможно есть 122 ну вот приблизительно половина у нас активных людей я понимаю это прекрасно и разумеется мне хочется только одного чтобы каждый из вас получил по максимуму от наших вебинаров и в конечном итоге от нашего проекта давайте я сейчас закрою этот вебинар вернее этот опрос спасибо всем вам и как обычно я для вас приготовил на закусочку в конце свеженький ролик надеюсь он вам тоже понравится он у нас будет после нашей музыкальной паузы вот остальные спят ну наверное просто заснули перед экраном намек спрашивает какой же сейчас этап третий намек третий этап когда нет накладок никаких нет намек сейчас идет третий этап но очень быстро приближаемся мы к четвертому этапу Вячеслав пишет как проходит создание фильма из фотографий да друзья мои многие восприняли идею присылают мне сейчас фотографии с надписью я сейчас напомню какая надпись для наших участников потому что я готовлю этот материал специально для наших уважаемых конструкторов вот помните я вам показывал вот такую надпись вот сейчас я вот так покажу я акционер Skyway и все но это делается друзья мои это вот так делается на фоне на фоне вас вот таким образом надо делать потому что некоторые просто присылают свою фотографию без этой надписи естественно вы помните куда посылать и я жду от вас обратной реакции для меня это очень очень важно я просто хочу поздравить наших конструкторов от вашего имени и от имени всех акционеров участников компании Resolve System и Skyway Invest Group ну а сейчас как я обещал сначала музыкальная пауза а потом ролик который я для вас приготовил надеюсь что не все еще спят и есть порох в пороховницах что называется да вот Александр спасибо записи конференции здесь вот тем кому нужны записи пожалуйста откопируйте эту ссылочку и посмотрите так куда отправлять 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 сейчас я напомню я сам вспомню куда я его давал а сейчас я напишу пока будет идти музыкальная пауза я как раз напишу куда отправлять так я для вас приготовил вот такую музыкальную паузу свет отражает мир в глаза свет оживает свет В образах свет, в наших мыслях и словах тех, что идут от сердца. И чтоб не потерять его, нам надо только и всего жить на земле, Чтоб каждый мог тем светом отогреться, с близким быть в щедни, Не терять друзей, укрывать в ночи детей, Теплым одеялом дорожить.